Из-за ливня в Верховьях Днестра Новоднестровская ГЭС увеличила сброс воды. Больше сбрасывает и Дубоссарская станция. Как рассказал ее директор Борис Герман, цифры пока не критические. Сейчас ГЭС работает в штатном режиме. Опасность подтопления возникнет, если такой сброс будет продолжаться несколько дней. Мы с 14 часов сегодняшнего дня перешли на сброс 1150 кубов. Это было предпринято для того, чтобы освободить водохранилище для приема воды, которую мы ожидаем в Верховской ГЭС. По последней информации, которую мы получили, они с 14 часов сегодня перешли на сброс 1400 кубов. И будут сбрасывать 1400 и завтрашний весь день. Для Дубоссарской ГЭС эта цифра не представляет большой опасности. Потому что Дубоссарский ГЭС максимально может пропустить через себя 8000 кубов в секунду. В 2008-м, когда подтопила большую часть Приднестровья, сброс воды был почти в два раза больше. Вода тогда зашла в центр Террасполя, затопило несколько сел Григориопольского района. Сейчас запас еще есть. Дамбы, которые построены по всем районам республики, не выдержат давления воды, если она будет подниматься со скоростью 3000 кубов в секунду. Ну а если сброс в нынешних объемах сохранится в течение хотя бы трех дней, подтопит Миринежский лес, детские лагеря возле Днестра и некоторые села Слободейского и Григориопольского районов. Руководство республики держит ситуацию под контролем. Положение дел по паводку обсудят на совещании у президента. Продолжение следует...